ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ХРУМ ИЛИ СКАЗОЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ Мария Петровна, Мария Петровна, я здесь, я прибежал. Что стряслось? Молодец, быстро прибежал, а то пришлось бы мне без тебя в сказку отправляться. А там очень серьезная проблема. На разговоры времени нет. Скорее в путь. Так, избы, крыши с петушками, люди в старинных костюмах, курочки. Очевидно, мы попали в русскую народную сказку. Верно, Макс. Вон, видишь, рыбу и курицу. Такую с пятнышками? Ну да. А что? Она главный персонаж этой сказки. Что? Курочка и ряба? Да что тут вообще может случиться? Самая наивная сказка из всех, что я знаю. Подумаешь, сначала яйцо не разбивалось, потом разбилось. Тоже мне беда. Нет, не разбилось. Ой, Добрыня, напугал. Подкрался сзади и прям в ухо. Надо быть внимательнее, Макс. Не услышать самого начальника сказочной полиции. Вот именно. Я фигура видная. Но и подкрасться могу. Есть у меня навыки. Так что же тут стряслось такого, что понадобилось вмешательство сказочной полиции и детективного агентства ХРУ? Макс, Добрыня ведь уже сказал тебе Что? Яйцо не разбилось Как это? Да вот так Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и... Не разбилось Они его потом и кувалдой пробовали, и бензопилой Ничто его не берет Откуда у них тут бензопила? Хотя, наверное, важнее, почему яйцо не бьется Но с другой стороны, по сюжету оно разбилось И все сразу плакать стали А тут хотя бы без слез обошлось Да нет, Максимка, плачут, убиваются Боятся, что их сказка испортится навсегда Они вообще чувствительные старички Чуть что в слезы А где Марья Петровна? Только что тут была и пропала И правда, нету ее Эх, заболтались мы с тобой, Макс Проворонили нашу Марьюшку Петровну Может, она следы какие нашла? Давай-ка тоже посмотрим Следов тут на всех хватит, это точно Мы же утром сюда с ребятами приходили Я-то помню, что вы детектива не любите Когда на месте преступления топчутся Но моим помощникам это не вдомек Вот и... Да уж, вижу уже Значит, следы нам в этом деле не помогут Добрыня, Макс Марья Петровна, так вы, значит, в избу пошли? Разумеется Надо же поговорить со свидетелями Потерпевшими и возможными подозреваемыми Идите сюда Выяснились любопытные подробности Какие? Старик и старушка рассказали, что в тот день, когда курочка Ряба снесла яичко Они отлучались из дому Их позвали в соседнюю деревню на пир По случаю свадьбы племянницы сестры, мужа и их соседки Но придя в ту деревню, старички обнаружили, что пир будет только через месяц Их позвали по ошибке Так они решили, вижу в этом возможность для преступника подменить яйцо Или сделать что-то с тем, которое снесла курочка Тоже вполне вероятный вариант, но мотив пока не ясен А кто их на пир позвал? Они помнят хоть? Логично предположить, что тот, кто обманом увел старичков из дому, является преступником Или находится с преступником в сговоре Увел старичков соседский мальчишка, надо его отыскать Поручаю это тебе, Макс Хорошо, Мария Петровна, а как я его узнаю? Мало ли мальчишек в деревне? Есть приметы, Макс Бабушка сообщила, что уши у него оттопыренные Нос курносый На щеке родинка Дед добавил Ростом мальчик невелик, но голос громкий На полдеревне слышно Спасибо! С такими приметами я его наверняка найду А из какого он дома? Бабушка с дедушкой его прежде не видели Следовательно, не местный Это верно Здесь-то все друг друга знают Все понял, иду на поиски Так, а мы что будем делать, Мария Петровна? Я бы тоже, пожалуй, кого-нибудь поискал Ты, Добрыня, поищи следы взлома Ведь кто-то должен был пробраться во двор и в курятник Ладно Хотя вообще-то мы с ребятами уже тут осматривали все Ничего не нашли Я не удивлена Не мешало бы повнимательнее осмотреть курятник Туда я и не заглядывал, если честно Хорошо, исправлю это А вы чем займетесь? Экспертизой Надо узнать, что это за яйцо И откуда у него такие свойства О! Понятно Экспертиза — это важно А я пойду в курятник Хрум или сказочный детектив Расследование продолжается Здрасте Только вот не надо на меня клевать Я к вам по делу пришел И вообще, курицы Я не какой-нибудь там простофиле-крестьянин Я сам начальник сказочной полиции Ай! Ой! Прекратите немедленно! Именем закон Ай! Да что же это такое? Чего вы на меня налетели? Что я вам сделал? А-а-а-а! Ну, насколько я успел разглядеть Ничего в этом курятнике подозрительного не было Пойду лучше со стариками чайку попью Их подбодрю И себя подкормлю Эй, Добрыня! Ого! Макс! Ты откуда это? Да вот, задание выполнил уже Неужто? Ага! Нашел мальчика Все точь-в-точь, как Мария Петровна описала Ну и что он сказал в свое оправдание? Что его просто попросили передать приглашение А-а-а! Ну тогда точно не виноват Ладно, пойду к старикам, проведаю, как они И ты что, не спросишь, кто мальчика попросил пригласить их? Э-э-э, точно! И кто же? Тут-то и загадка, Добрыня Ведь мальчик имени этого и не запомнил Или не назвался он Уж и не помнит Только по приметам его можно искать По каким приметам? Да вроде плащ у него был черный-черный И шляпа с широкими полями Фу! По таким приметам мы его быстро отыщем Но я, пожалуй, все же в дом пойду А ты ищи этого в плаще Да, но... Ушел, Добрыня А я-то думал, вместе искать будем Ну да ладно Как твои успехи, Макс? Ой, Мария Петровна, вы вернулись Конечно Ведь расследование продолжается А мне надо найти человека В черном-черном плаще И в шляпе с широкими полями На что он тебе? Это он велел мальчику стариков В соседнюю деревню позвать Хм, но приметы Чересчур яркие Ты не находишь? Все слишком заметное Человек, который затеял недоброе Старается казаться незаметным То есть надо искать кого-то Кто мог спрятаться под плащом и шляпой? Да, и куда важнее такие приметы Как рост, голос, походка Хотя и их тоже можно подделать Ну как же его узнать? Это же мог быть кто угодно Нужны другие улики, Макс Не знаешь, Добрыня нашел что-нибудь? Я, честно говоря, не понял Он так спешил пройти в избу к старичкам Что не особо был расположен разговаривать В избу, говоришь? Пойдем посмотрим, что он там делает Ой, дверь открывается А вот и начальник сказочной полиции О, спасибо вам, бабушка Спасибо, дедушка Напоили, накормили Ну, все ясно Расследование он ведет Вы уже вернулись, Марья Петровна? Представь себе Яйцо в лаборатории Ждем результатов экспертизы А как твое расследование? Продвигается? Курятник осмотрел? Да, хорошо продвигается И курятник осмотрел И избу еще разок И самовар, похоже, не обошел вниманием Да, самовар у них знатный Всем на зависть А почему у тебя, Добрыня, ноги такие грязные? И скорлупа на сапогах? Верно подмечено, Макс Ты что, в курятнике под ноги не смотрел? Да это... Там эти курицы все бешеные какие-то На силу выбрался оттуда Чуть не заклевали А ты слышал хруст? Хруст? Нет, только... Ко-ко-ко, ко-ко-ко А что? У тебя на сапоге кусочки яичной скорлупы Если это ты его раздавил То услышал бы хруст А раз не слышал Значит, его раздавили до тебя Это объясняет, почему курицы переполошились Туда пробрался кто-то чужой Разумеется И именно тот, кто подменил одно золотое яйцо на другое Или что-то сделал с тем, что было Пока мы не знаем Выходит, я не нашел улику Зато принес ее на сапогах Ну и дела Алло Да Слушаю Что? Как можно было его потерять? Сейчас будем в школе Что случилось? Яйцо пропало Как Василиса могла его потерять? Может, украли? Да, но куда она-то смотрела? Безобразие Потерять улику в разгар расследования Надеюсь, хотя бы результаты экспертизы готовы Макс, мы перемещаемся в школу А я? Ты оставайся здесь и следи за обстановкой Если яйцо украдено, мы имеем дело с очень хитрым преступником А может и... Да, скорее всего, здесь целая преступная организация Звонок! Сейчас все разойдутся по классам Будет легче искать пропажу Если яйцо еще в школе В чем я лично не уверена Но не вешай нос Детективы из агентства Хрум Не должны сдаваться Согласен, Мария Петровна Так, ты осмотри здесь, на этаже Нет для чего подозрительного А я поговорю с Василисой Хорошо Вы ее не слишком ругаете, пожалуйста Может, она не виновата? Из-за нее пропала улика Ладно, ладно Иду отсматривать коридор Эх, жалко, здесь камеры нет Стоп! Но ведь есть камеры при входе в школу Надо только отвлечь чем-то охрану И можно будет посмотреть записи Увидев всех, кто входил и выходил из школы Я смогу определить Был ли здесь кто-то подозрительный Ну как же мне отвлечь охрану? Знаю! Надо им сказать, что я видел кого-то чужого в школе Это неправда, но вполне возможно, что кто-то чужой здесь действительно был Здравствуйте! Там наверху, на третьем этаже, кто-то чужой сейчас прошел Такой высокий В плаще и в шляпе Вот, ушли Зачем я про плащ и шляпу сказал? Не знаю Зато есть время посмотреть камеры Отмотаю назад Ага Алло Макс, тут повсюду охрана бегает Твоих рук дело? Ну да, я хотел камеры посмотреть По твоей милости во всей школе переполох Я уже поговорила с Василисой Она рассказала, что вышла в коридор поговорить по телефону А когда вернулась, яйца не было Но что-то здесь не сходится А ты нашел что-то на камерах? Возможно Там был один подозрительный субъект Прошел незамеченным школу днем В это время охранники отвлеклись на мальчика Он пытался уйти домой раньше времени Интересно Сфотографирую кадр, где его видно Уже, Мария Петровна И поднимайся ко мне Охрана возвращается Хорошо, бегу О, Василиса идет Здравствуйте Странно Будто и не заметила меня А вот и Мария Петровна Максим, ты сейчас видел Василису? Ну да Она какая-то странная Будто и не заметила меня Да, рассеянная Раньше она такой не была Может, переживает из-за того, что потеряла улику? Нет, мне кажется, здесь другое Покажи, кого ты увидел на камере Вот Да это же электрик, Макс Правда? Ну, конечно Чинит проводку Ну, не узнал Но больше никого не было Только дети Я осмотрела лабораторию Но не нашла ничего, что помогло бы расследованию Ни следов, ни улик В коридоре то же самое И на камерах получается Это Добрыня Интересно, какие у него новости? Алло? Да, Добрыня Алло Марья Петровна Тут такое дело Яйцо золотое нашли Только вот неясно, какое оно То, что сразу в сказке было Или второе, которое разбить невозможно Где его нашли? Да в деревне тут Возле канавы валялось Обронил кто-то Мы сейчас будем Ничего не предпринимайте Макс, мы срочно возвращаемся в сказку Если здесь что-то изменится Василиса нам сообщит Я надеюсь Хорошо Что сказал Добрыня? Нашлось золотое яйцо Вперед Где оно, Добрыня? Покажи скорее Пойдемте, Марья Петровна Мы ничего не трогали Сюда, за калитку И по дорожке Честное слово Я его и пальцем не трогал Лежит, где нашли Отлично Так, осмотрим место Макс, что ты видишь? Вижу золотое яйцо Лежит в пыли на обочине дороги Еще немного и в канаву бы укатилось В полутора метрах от него следы Хорошо Видимо, это следы того, кто его обронил Это был мужчина Довольно высокий, судя по ширине шага На ногах сапоги Отлично, Макс Мало ли тут таких вот высоких в сапогах? Может и немало Но не у всех частички скорлупы к сапогам пристали Что? Я тут ни при чем Говорю же, я и близко сюда не подходил Речь не о тебе, Добрыня А о преступнике, подменившем яйцо О, точно Так, надену перчатки и аккуратно возьму улику Мария Петровна, это тоже яйцо? Или другое? Как определить? Ты же сам сказал, что человек, обронивший его, был довольно высоким Ну да, ширина шага А здесь повсюду камни Но на яйце ни царапинки Ага, значит это неуязвимое Точно? А может мы для верности его еще разок брякнем озим? Исключено Я сама сейчас займусь его изучением Так как Василиса нас уже один раз подвела Пойду по следу Может он приведет к преступнику Ну или к тем, кто его видел Да, а ты, Добрыня, помоги Максу Заметана, Марья Петровна Ну, веди, следопыт Здесь дорога довольно каменистая А следы видно только на песке Но будем надеяться, что эта прогулка нам что-то даст Вон вроде след, да? Ага, только он женский и в другую сторону ведет Серьезно? Вот как их отличать? Обычно пятка сзади, а носок спереди Да по мне, что каблок, что носок Ну, а этот в нужную сторону? Да, и вон тут, и тут, и... Ладно, ладно, я понял, дружище Так что у Вас там в школе приключилось? Расскажи, а то Марья Петровна какая-то... Как бы это сказать? Недобрая, что ли? Мы ничего не нашли там, понимаешь? Ни одной зацепки Алло? Что? Как это возможно? Ого, вот это да Что там, что там? И что теперь делать? Нам пойти к нему? Хорошо, Марья Петровна, до встречи Что она сказала? Что выяснила? Да не тяни, Макс, рассказывай Она просветила яйцо и выяснила, что оно с секретом Но это и ежу понятно, что с секретом Оно же не уязвимое Нет, с другим секретом Там внутри иголка Зачем это? Как ее туда запихали? Погоди, иголка? Да-да, та самая Зайца – утка В утке – яйцо Яйце – игла И в этой игле смерть Кощея Внутри неуязвимого яйца Так значит, дело раскрыто Идем скорее предъявлять обвинение Кощею Марья Петровна сказала просто поговорить с ним Ну, мы и поговорим Просто Сам Кощейчик попался Радость-то какая А далеко до него? Нет, как раз здесь, неподалеку он проживает Вон за тем поворотом Интересно, что следы ведут туда же Значит, это действительно его рук дело Сейчас мы его припрем к стенке И пусть не хитрит Правда на нашей стороне Да-да, правда И хитрейшее расследование умнейших мыслителей Хрум или сказочный детектив Расследование продолжается Пришли Вот его дворец Ух, мрачновато Ничего-ничего Мы это исправим Планируем пригласить дизайнера И облагородить помещение Здравствуйте С чем пожаловали? С обвинениями Вон, а как Я, Добрыня Никитич Начальник сказочной полиции Нечего со мной тут в шутки шутить Говори прямо Ты яйцо подменил Яйцо? Подменил? А о чем вы? Добрыня спрашивает Это вы сделали неуязвимым яйцо В котором хранится игла Ну... С моей смертью Ага Неуязвимое яйцо Забавная идея Жаль, не моя Точно? Да врет он все Сразу видно Межглаз наметан Тогда вы должны увидеть Что я говорю чистую правду Ты подложил яйцо В курятник курочке рябе Нет А потом вы пробрали в школу И выкрыли яйцо из лаборатории Ничего подобного я не делал Разумеется, я отрицательный персонаж Сказочное зло, так сказать Однако законов никогда не нарушал Велено мне было смерть мою хранить На конце иглы Иглу в яйце Яйцо в утки Ну и так далее Так и делал Ага Только яйцо сделал неразбиваемым Да еще и в другую сказку подбросил Вы Представитель сказочной полиции Пожалуйста, не грубите Не делал я этого Довольно глупо Подбрасывать сверхпрочное яйцо В сказку Где по сюжету его должны разбить И дураку ясно, что что-то здесь не так Нет Я бы не стал делать такой глупости То есть Твое оправдание в данном деле, Кощей В том, что ты не дурак Выходит так Не убедил Погодите Я знаю, как вывести его на чистую воду Кощей Покажите, пожалуйста, подошвы ваших сапог Странная просьба Это же детективы из агентства Хрум Они вообще чудные Но ты все же покажи подошвы Извольте Вот, смотрите Чистые Вы их переодели? Сейчас? Нет Я в них совершал прогулку Добрыня Похоже, он говорит правду Ты помнишь, у нашего преступника следы яйца на подошве? Очень странно Говорю же Только дурак мог такое сделать Так что же это теперь? Выходит, нам надо искать дурака? Есть у меня один на примете Иваном кличут Иван дурак Что ж Спасибо за помощь Извините Если что не так Да пожалуйста Вы только Как смерть мою найдете Верните Все-таки она моя Хорошо Хрум Или сказочный детектив Расследование продолжается Смотри, Добрыня Снова эти следы Преступник был здесь И Марья Петровна Гляди, Макс А она там с кем-то беседует Не Иван ли это? Похож Однозначно похож Марья Петровна Марья Петровна Иван, спасибо вам До свидания Что? Вы его отпускаете? Это же преступник Вы видели его сапоги? Это он был в курятнике И он обронил яйцо на дороге Я знаю Что? Поняв, что в яйце спрятана смерть Кощея Я стала думать Кто же мог сделать его неуязвимым Мы подумали на Кощея Но у него вроде как алиби Верно И нет у него таких способностей Не то давно бы себя сделал бессмертным А у кого есть такие чары? Здесь требовался научный подход И его прекрасно освоила Василиса Наша лаборантка? Но для чего? Василиса Премудрая, если ты помнишь Дочь Кощея Она хотела защитить его И решила сделать скорлупу яйца В котором хранилась его смерть Неуязвимой Ей это удалось Но когда она собралась вернуть яйцо в свою сказку У нее возникли сложности Какие? В последнее время у нас было много расследований И часто требовалась ее помощь Василиса не могла надолго отлучиться из школы Поэтому попросила передать яйцо Ивану Царевичу Просила того самого мальчика Который позже отправил стариков на несуществующий пер О как! У меня столько вопросов! Я еще не закончила, коллеги Мальчик передал яйцо не тому Ивану Ошибся Вместо жениха Василисы Приплел к делу Ивана дурака А тот ничего лучше не придумал Как подложить его в курятник Курочке Рябе Так значит наша Василиса, которая всегда проводила анализы в лаборатории Значит она... Она Василиса Премудрая из сказки Но как? Это долгая история, Макс А нам надо поймать Василису А как же Иван? Вольно или невольно, но он нам дважды помог Первый раз подложив яйцо курочке Рябе А второй уронив яйцо на дороге Кстати, Василиса сама же истощила яйцо из лаборатории Быстро переместилась в сказку И первым, кого она здесь встретила Был опять же Иванушка-дурачок Она попросила его отнести яйцо Кощею Бессмертному Но не учла, что у Ваньки карманы дырявые Мария Петровна Кощей? Сколько лет, сколько зим! Но я вот что хотел сказать Моя Василиска сейчас ко мне прибежала Все рассказала Хочет и вам во всем сознаться да боится Сидит у меня во дворце В комнате закрылась и не выходит Вы уж с ней не очень строго, а? Хорошо, пусть выходит И чистосердечно во всем признается А дальше Добрыня уж и решит, как быть И проследите, чтобы в сказке у курочки Рябы Действие вернулось в прежнее русло Ну, а нам пора домой До свидания, Кощей До свидания, Добрыня Бросайте меня на эту семейку Ладно, ладно, я с ними разберусь До свидания Сколько у нас приключений было Из-за какого-то яйца Знаете, так говорят Яйца выеденного не стоит Так говорят, если человек уделяет излишнее внимание тому Что такого внимания не заслуживает На самом деле яйцо Это древний символ мира Цикличности жизни и возрождения Почему это интересно? Во многих легендах и мифах Мир начинался именно с яйца Оно раскалывалось И нижняя часть становилась землей Верхняя небом А желток солнцем Ого! Яйцо само по себе не живое Но содержит в себе жизнь Да уж, сложный символ Да и дело было непростое Интересно, как там Добрыня с Василисой? Эх, узнать бы, как занесло сказочную Василису в нашу школу Как-нибудь расскажу А сейчас беги домой, Макс Мама волнуется, наверное И уроки делать пора На сегодня приключения детективов агентства «Хрум» закончены Но они скоро продолжатся Да, Мария Петровна? Обязательно «Хрум» или «Сказочный детектив»